К 80-летию нападения Германии на СССР Путин опубликовал в немецкой газете Die Zeit статью «Быть открытыми, несмотря на прошлое». По утверждению кремлевского пресс-секретаря Пескова, Путин сам написал эту статью на немецком языке. Так это или нет, публикация нацелена в первую очередь не на российскую, а на германскую и шире западную общественность. Советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной великой миссией освободителя, говорится в статье. Против этого вроде бы не поспоришь, но в Германии помнят и о том, что приход Красной Армии на немецкую землю ознаменовался не только освобождением немцев от тоталитарной нацистской диктатуры, совершившей страшные преступления против человечества, но и массовыми грабежами, изнасилованиями и убийствами мирного немецкого населения. Многие красноармейцы таким варварским способом мстили немцам за преступления, которые совершили нацисты на советской земле. Подобные эксцессы в отношении мирного населения Германии были со стороны военнослужащих армий западных союзников США, Англии и особенно Франции. Однако масштаб их с советским был несравним. Вот почему в первые послевоенные месяцы немцы массово бежали из советской оккупационной зоны Германии в западные, а не наоборот. Советские солдаты и офицеры служили в армии тоталитарного государства, которое воевало только одним методом – заваливая неприятеля трупами. Красноармейцы понимали, что их жизни для начальства ничего не стоят и вымещали свое озлобление на мирном населении Европы. Причем не только Германии, но и, например, Сербии к агрессии против СССР абсолютно непричастной. В 1944 году это вызвало протест со стороны ТИТА и визит югославской делегации в Москву закончился безрезультатно. В статье Путин говорит о колоссальной роли, которую сыграло историческое примирение нашего народа и немцев, живших как на востоке, так и на западе современной объединенной Германии, для становления новой послевоенной Европы, где больше не было трагических конфликтов первой половины 20 века. Вот и стоило бы Путину извиниться за преступления, совершенные Красной Армией против мирного немецкого населения, а также за то, что Советский Союз, преемником которого официально считает себя современная Россия, заключил пакт Молотов-Риббентроп и согласно договоренностям с Гитлером, оккупировал и аннексировал страны Балтии, Восточную Польшу, Бессарабию и Северную Буковину, совершил агрессию против Финляндии, а после Второй мировой войны насадил тоталитарные коммунистические режимы в Восточной Германии, Польше, Чехословакии, Румынии, Болгарии. Подобные извинения не только закрепили бы российско-германское примирение, но и способствовали бы примирению России с народами Восточной Европы. Однако Путин извиняться не привык, и в своей статье он обвиняет в нынешнем плачевном состоянии отношений России с Евросоюзом нероссийскую экспансионистскую политику на постсоветском пространстве, которое прямо наследует сталинскую имперскую политику, ни попытки Москвы дестабилизировать западное государство, ни покушения российских спецслужб на противников путинского режима, осуществленные как в России, так и за рубежом, в том числе с использованием оружия массового поражения, а будто бы антироссийскую политику коллективного Запада. Старая пластинка. Расширение НАТО на восток за счет вступления туда стран Балтии и Восточной Европы Путин трактует как событие, которое фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий. Хотя в пору было бы задаться вопросом, почему вдруг все восточноевропейцы сразу захотели под спасительный североатлантический зонтик? Почему туда сейчас так стремится Украина и Грузия? Не агрессивная ли политика Москвы тому виной? Да и вообще, почему само по себе членство в НАТО, Литвы, Болгарии или Польши должно создавать угрозу для России? Конечно, не обходится и без привычной лжи о вооруженном перевороте в Украине, будто бы организованном штатами и безвольно поддержанном Европой. Из этого следует вывод о том, что процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию, которая при Путине как раз превратилась в главную угрозу европейской безопасности. Путин не случайно обратился к немецкой общественности в день годовщины германской агрессии против СССР. Он рассчитывает сыграть на германском комплексе вины перед Россией и, напоминая о поставках советского газа в ФРГ, о нынешнем северном потоке, побудить германские власти и бизнес работать, если не над снятием, то над смягчением санкций Евросоюза против РФ, введенных в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса, марионетками Москвы при поддержке российских войск. Снятие или смягчение этих санкций означало бы, что Германия и ЕС фактически признают постсоветское пространство, за исключением, быть может, стран Балтии, сферой преимущественных интересов России, по образцу печально знаменитых секретных протоколов к пакту Молотов-Риббентроп. Сегодня выяснилось, что родился еще один очень талантливый журналист, да, Владимир Путин, который по этому поводу написал гигантский текст в газете немецкой «Дитсайт», и статья президента России посвящена как раз событиям 80-летней давности. Подвиг дедов, которые тогда воевали, много-много лет назад, используется Россией для того, чтобы обосновывать свои агрессивные действия здесь и сейчас. Это такой хрестоматийный пример. Ну, как всегда, Владимир Владимирович здесь чуть-чуть не досказал, здесь пропустил, здесь просто соврал. В принципе, все как обычно. Владимир Владимирович пишет в газете «Дитсайт». 22 июня 1941 года, ровно 80 лет назад, нацисты, покорив практически всю Европу, напали на СССР. Где нюанс? Ну, дело в том, что всю Европу покорили нацисты и СССР, подписав предварительно договор о разделе Европы, Европы-Пакт Молотова-Риббентропа. Все об этом знают, но в России почему-то в самые такие ответственные моменты начинают, опять же, делать монтаж исторический и отчитывать все с 22 июня 1941 года. Тут, естественно, Владимир Владимирович рассказал всем о том, что советские солдаты, да, он здесь не выделял русских и РСФСР, что советские солдаты спасли от прообращения Европу и мир. И он, в частности, говорит о том, что Советский Союз пришел не для того, чтобы захватить эти территории, а с благородной великой миссией освободителя. И все вроде бы так до 9 мая 1945 года, можно было бы с этим согласиться. Единственный момент, что советская армия, она освободила от фашистов и осталась, и не просто так, в истории стран Восточной Европы этот период вошел как советская оккупация. Вот было на днях, буквально, по-моему, вчера специальное заявление МИДа Словакии, которые как раз об этом и говорят. Но, в общем, Владимир Владимирович, что очень важно в этом тексте, его главный смысл заключается в следующем, что «Эй, европейцы, вы что там, совсем расслабились? Вы думаете, Вторая мировая война закончилась? Нет, 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 все только начинается или продолжается». Потому что, с одной стороны, мы вроде слышим, что после войны народы Европы смогли преодолеть отчуждение и восстановить взаимное доверие и уважение, взяли курс на интеграцию, чтобы подвести окончательную черту под европейскими трагедиями первой половины прошлого века, ну, имеется в виду Первая и Вторая мировая война. И очень важно было это примирение Советского Союза, то есть нашего народа, тут пишет Владимир Владимирович, ну, ладно, и немцев, живших как на Востоке, так и на Западе современной Объединенной Германии. И Владимир Владимирович вроде бы так сладенько все говорит, но только Советский Союз согласился на Объединение Германии исключительно после того, как в Советском Союзе пропали продукты и жрать было нечего. Да. Тут же нам рассказывают о том, что предприниматели, бизнес немецкий вложил колоссальное усилие в развитие сделки века, когда были подписаны в 70-х годах договора о поставках природного газа в Европу. И появилась так называемая взаимная зависимость, и все это выросло к чему? Правильно, к Северному потоку. А это уже совсем другая история. Тут Владимир Владимирович, как обычно, размышляет на тему Единой Европы от Лиссабона до Владивостока. А потом, а потом поясняют, почему европейцы рано вы расслабились. По той причине, что Владимиру Путину не нравится расширение НАТО, который, ну в смысле Альянс, представлял собой реликт холодной войны. И ведь для противостояния времен той эпохи он был создан. И, по мнению Путина, очевидно, все западное сообщество, но в частности военный блок, должен был распасся, самораспуститься, жалуются на расширение НАТО. Вот Владимир Владимирович пишет. С 1999 года последовало еще пять волн расширения НАТО. В организацию вошли 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий. И вот этот тезис, он очень-очень интересный, потому что страны, которые вошли в НАТО, они Путиным не рассматриваются как субъект. Потому что, ну, каждая страна вправе выбирать, в какую интеграционную структуру ей вступать. Согласитесь? А здесь говорят, что нет, не вправе. Тут особенно Путина бесит вступление стран постсоветского пространства, строясь стран Балтии в Советский Союз. В Советский Союз, как говорил ранее, Путин, эти государства были инкорпорированы. Чтобы не использовать слово оккупация, Путин использует слово инкорпорация. Так вот, после вступления стран Балтии в НАТО, по мнению Владимира Путина, возникло как бы вот эти вот разделительные линии. Чего они по поводу этого НАТО носятся? Внимание! Путин рассказывает доверчивым немцам о том, что нужно понять и простить Россию. Понять и простить оккупацию Крыма, разграбление Донбасса, убийство тысяч людей, миллионы беженств, это немцы должны простить ради газа, дешевого. А Сурков ему вторит. Это была первая геополитическая контратака со стороны России против Запада. И такая решающая. Это была честь для меня, говорит Сурков. Могло ли быть лучше? Конечно, могло. Но мы имеем то, что имеем. Это он говорит о разделе Украины. И в этот день скорби, конечно, помнить уроки истории нужно. Но вопрос о том, где фашизм, по-моему, он играет теперь совсем другими красками. Тут я недавно видел текст Екатерины Шульман. Это российская либералка такая, которая спустя энное количество лет после вторжения в Украину заговорила о том, что в России, цитирую, солнечный фашизм, солнечные идиоты. Так вот, возвращаемся к Путину. Он 22 июня 2021 года говорит о том, что о каких уроках истории вспомнить нужно. То есть задается вопросом. Думаю, прежде всего, о том, что вся послевоенная история Большой Европы подтверждает порцветание и безопасность нашего общего континента, возможно, лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию, потому что Россия одна из крупнейших европейских государств. То есть Владимир Путин, опять же, немножечко врет, обманывая немцев, намекая им, говоря им о том, что Раша это Европа. Ой, он тут, опять же, всех призывает к диалогу. Но, еще раз, чем они тут занимаются все вместе? Разделением Украины. Потому что у них законные интересы, им нужно жизненное пространство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова